Для того, чтобы нам понять, какие структуры плечевого сустава страдают, первое, после того, как мы поговорили с пациентом, мы выяснили жалобы, анамнез, мы должны произвести оценку функциональных возможностей верхней конечности. А для этого встаем друг напротив друга и вы просите пациента осуществить переднее сгибание, или еще это движение называют элевацией в плечевом суставе. Поднимаем медленно ручки вверх до конца и также опускаем. При этом мы смотрим, каким образом... Нет, вы можете поднимать руки кверху, как я, и опустить. И при этом я оцениваю, каким образом взаимодействует головка плечевой кости с лопаткой. Как я вам уже сказал, что до примерно 100 градусов движение осуществляется между плечом и лопаткой, со 100 до 160 градусов активно работает лопатка, и в конце движения включается акромиально-ключичный сустав. Что происходит? Если страдает вращательная манжета, то лопатка включается раньше, акромиально-ключичный сустав включается раньше. То есть два неповрежденных сустава начинают помогать страдающему плечо-лопаточному суставу. Это является косвенным признаком страдания плеча. И посмотрев, как вы это делаете, хирург уже может примерно представить, что же вас беспокоит. Второе движение, которое оценивается, это отведение в плечевом суставе. Тоже медленно делаете и опускаете ручки. Опускаете ручки. Третье движение – это наружная ротация. Это очень важный тест. Нужно сделать вот такое движение. И при этом что происходит? У вас натягивается передняя капсула плеча. Если вы этого сделать не можете, или это движение вызывает резкую боль, то мы можем думать про капсулит. То есть мы можем думать, что ваша капсула воспалена, сморщена. И здесь не стоит искать проблемы ротаторов, а нужно разбираться с нижними отделами сустава, с капсулой. Третье движение – это завести руки за спину и оторвать ладошки от спины. Таким образом оценивается внутренняя ротация плеча и немного оценивается функция подлопаточной мышцы. Далее мы смотрим, да, пускаем руки. Теперь я подхожу к вам и мы смотрим тесты, уже непосредственно оценивает их хирург. Первый тест, который называется пассивный тест, его придумал доктор Нир, один из пионеров хирургии плеча. Рука выводится в положение внутренней ротации. Большой бугорок выводится таким образом, что он будет контактировать с акромионом и осуществляется переднее сгибание плеча. При этом происходит сдавление мягких тканей между большим бугорком и акромионом. И если при этом человек испытывает боль, то есть проблемы подокромиального отдела. Далее осуществляется форсированное приведение, и эту мягкую ткань, то есть надосную мышцу и подокромиальную бурсу мы заводим под клювовидный отросток. И таким образом мы можем выяснить еще, это вторая часть теста Нира, мы можем выяснить, есть ли проблема передней боли и под клювовидного бурсита. Второй тест посвящен сухожилию надосной мышцы. Этот тест называют тест пустой банки, потому что осуществлена внутренняя ротация, человек опорожнил банку с пивом. Американцы так говорят, тест пустой банки. И я нагружаю руки человеку, и если человек осуществляет хорошее резистентное сопротивление, не чувствует боли, то с надосной мышцей у него все в порядке. Надосная мышца страдает первой при страдании ротаторов, и хирурги говорят, что если этот тест отрицательный, то скорее всего с ротаторами вообще все в порядке. Можно дальше не смотреть ротаторы, но это конечно не так, мы посмотрим все ротаторы. Дальше, значит, делаем следующим образом, называется каратэ-тест на нашем сленге. Вы, как на физкультуре, делаете вот такую нагрузку и такую нагрузку. Это резистентный тест на сухожилие подосной мышцы, инфраспинатус. После чего мы переходим к оценке очень важного сухожилия, которое называется подлопаточное сухожилие. Пока оно живое, пока оно работает, причем можно делать какие-то реконструкции, если оно разрушено, только протез. Значит, делаем уроки так, это называется тест Наполеона или Белли-пресс-тест. Я давлю на вас, вы осуществляете резистентное сопротивление, если этого не удается сделать на больной стороне, то верхние отделы подлопаточного сухожилия страдают. Второй тест на подлопаточную мышцу осуществляется следующим образом, это тест Бэр-Хак или медвежья лапа. То есть вы давите меня вниз, я сопротивляюсь, если нет боли, это отрицательный тест. Если есть боль, есть мышечная слабость, то это еще один плюс к тому, что возможно у пациента есть повреждение в верхней части подлопаточного сухожилия. Ну и третий тест, если вся подлопаточная мышца оторвана, то человек не может отвести заведенную руку за спину от спины, оторвать ее от спины, ну вот таким вот образом развернуться и показать. Вот вы отрываем ладошку от спины, то есть вы это можете сделать, то есть вся подлопаточная мышца у вас работает. Первые два теста, это верхняя часть, сухожильная часть подлопаточной мышцы. Последний тест, это если он будет положительным, только если оторвана вся подлопаточная мышца. Ну и последнее, что я хотел показать, это тесты на сухожилия бицепса. Тест ладонь вверх, так называемый тест спид, я давлю вниз руки и если воспален бицепс, то боль отзовется в передней части плеча. Есть тест обрайн, то есть как бы когда пальчик смотрит вниз, это похож на тест пустой банки, только с приведенными руками, я давлю вниз и если есть боль в бицепсе, то она будет отражаться в переднем отделе плеча. Ну и если человек по каким-то причинам капсулита не может сделать переднюю левацию, то есть тест Джергессона, когда мы держим друг друга за руки и вы разворачиваете ладонь в наружную сторону и если есть болевые ощущения в бицепсе, то этот тест может тоже свидетельствовать о таком состоянии, как тендинопатия сухожилия длинной головки бицепса. Таким образом, за 7-10 минут вы можете сориентироваться, есть ли у данного пациента проблемы с капсулой, есть ли проблемы с основными сухожилиями, которые центрируют головку плечевой кости по лопатке и уже составив какое-то первичное впечатление, отправить или не отправить человека на специальные методы исследования типа МРТ и физическую реабилитацию.